Всем приветики! Не знаю, как меня сегодня будет слышно, потому что я забыла наушники с микрофоном. И здесь будет шумно. Сегодня у нас будет выпуск Икатакимас с острова Ищигакиджима, куда я пришла, приехала отдыхать. И зашла в Изакая. Изакая это пивнушка, где много-много всего-всего. Ну, каких-то блюд незамысловатых и так далее. И так как это Ищигакиджима, здесь, конечно же, другая кухня. И сейчас мы посмотрим, что они подают. Первым делом самое знаменитое окинавское блюдо – это койя-чампур. Познакомьтесь, койя – это вот такой вот огурец окинавский, он пупырыщитый. Нарезается вот такими полукольцами и обжаривается с яйцом, мясом и туфем. Дальше я заказала вот такую вот свинину, которая здесь крайне популярная. Она такая коллагеновая. Это, наверное, лыбки. А еще набор сашини. И посмотрите, главное вот это что? Это водоросель называется «Морской виноград». Видите, эти пупырыщенькие, красавые. Ну, и когда гости только выбирают заказ, им предлагаются вот такие вот закусочки. Просто рить-ка соусом. Ну, начнем. А еще подошел мой огромный салат. Салат, листья салата. И сверху много-много всякой рыбы. Икра топико. Вот такой красавец. Так, я начну с сашини. Вот это вот, я уже говорила, как он по-русски, я забыла. И можно поливать что-либо. Дальше здесь есть тунец. Это лосось. Это этот как-то осмедок. Ну, короче говоря, ничего особо сложного. Первым делом я буду пробовать тунца. Это простой тунец. Я не думаю, что это мроварный. Так, начнем. Боевые условия. Потому что сижу за парной стойкой, как бы. Сзади болтают. Поставить микрофон некуда. Ой, это телефон. Будет с небольшим засветом. Вот, поставила. Итак, давайте попробуем осьминога. Свежий осьминог. Полью сверху соком этого цитруса. Семечки надавила. Добавляем немного басаби. Или много, как вы любите. Окунаем в соевый соус. А, басаби какое злое. Осьминог всегда такой, знаете, немного резиновый. То есть, его, получается, зубами ему массаж делаешь. И съедаешь кучку эту, намассированную. Это водоросли. Ой, такие сладкие, вкусные. Это шумная копальня пришла. Очень свежий тунец. Ой, этот лосось. Тунец тоже свежий. Ну, лосось классный. Не знаю, откуда они его привозят. Я не думаю, что здесь, около Тайбаня, лосось обитает. Хотя, хрен его знает. Это тоже не кукурт. Быстро может остыть. Это коллагеновые такие рульки. Но они такие разваренные, что, видите, как легко они разъединяются. Очень шумно. Внутри есть маленькие косточки, но они такие мягкие, разваренные, что просто я не знаю, сколько они часов это варили. Немножечко попахивают, конечно, они чушками. Но кто любит свинину, кто ел когда-то, ну, вырос на свежене, тот поймет меня. А козлащик можно прям разжевать, реально. Но я, конечно, этого делать не буду. Вообще, свинина на Окинаве очень знаменита. Есть здесь такие черные свиньи, мясо которых очень полезное. Их вот жир, он больше коллаген. Вот. Теперь давайте попробуем Гоя Чампуру. Вот этот Гоя. Этот овощ очень-очень полезный, но у него есть горький вкус. Именно не острый, а именно горький. Знаете, когда трава бывает горькая, вот он концентрирован на горький. Но вот есть любители, а есть вот как-то... Ну, кстати, здесь очень хорошо приготовлено. Я не могу сказать, что здесь очень-очень он горький. Это горечь зависит от того, до какой степени он спелый. То есть, чуть-чуть не спелый, уже будет горчить сильнее. Плюс, когда ты его готовишь, его надо отмачивать. Как-то там определенное время готовить вину. Вот. От этого зависит вкус, конечно. Поэтому, если не профессионал, можно приготовить, ну, просто горькую гадость. Я так себе люблю это блюдо, иногда. Можно будет дома сделать как-нибудь тоже видеорецепт. Ставьте лайки и пишите, если хотите, такой рецепт я дома сделаю. Так, а теперь давайте попробуем умино-будо. Умино-будо переводится, как я уже сказала, морской виноград. Смотрите, какой он интересный. Купырынки. Оно не сфокусируется. Обычно вот к нему подают такой кислотный, какой-то кисловатый соус. Сойлва кисло-сладкий. Я его обожаю. Потому что он, вот эти вот пузырьки, они во рту, вот знаете, как лопаются, как икра. Но более мягкая, более такая приятная травяная консперция. В соусе есть листья щи-соу, щи-соу, это листья перилы, поэтому очень отдают этот вкус. Сейчас я попробую просто сам виноград. Он имеет соленый вкус, естественно, это же водоросли, но у него нету от этого запаха водорослей. Именно здесь, когда на Окинаве его кушаешь, он очень свежий, никогда не пахнет ни морем, ни водорослями, ничем таким вот, знаете, странным. Но один раз я купила в супермаркете, там, в Токио, вообще гадость-гадостная, хотя дорогущая была. Салат я, конечно, не буду вам показывать. В общем-то, хорошая язакая, все очень вкусно, я все доем и потом сделаю свой дырдик. Не хотела делать обзор салата, но тут куски такие здоровенные рыбы, и я сейчас охватила компачи. Компачи? Я не знаю, как по-русски компачи. Короче, белая какая-то рыба, типец, какая вкусная, она такая упругая, такой, знаете, кусок, прям зубами сбиться можно, да, и что я и делала, собственно, очень вкусно. Еще здесь есть такие завитушки. Ну, такой резиновый отварной кальмарчик немножечко. Вот это, я думаю, что кальмар свежий, о, да, это, знаете, такой есть большой толстый кальмар. У него мясо такое, знаете, когда зубами его проминаешь, он такой, как вязкий немножечко становится, вкусный, супер, свежайший. Так, еще здесь розовое, я так полагаю, что это тунец. Добавляю я васаби, васаби. И вот этот обрезок тунца как раз на грани между красным дешевым мясом и уже туда к премиальному розовому, вот такой, посерединке как раз-таки. Эти куски срезаются, и они на сашими, на суши не идут, но можно набросать сверху салата, и самое то, все, доедаем. В общем, полный разгром, одни косточки. Вот. А это как раз здесь плавает еще, как бы, типа живой виноград морской. Как бывает при входе, здесь много всяких вот автографов, каких-то, видать, известных людей, не знаю, какой-то вот джей. Ну и вот так вот она выглядит. При входе она выглядит вот так. И дует вентилятор, отгоняет... И дует вентилятор, отгоняет мошек, комаров, чтобы они не залетали за посетителями. Ну что, мой вердикт. Отличная Язакая. Очень рекомендую, кто она еще как и Джима, и ищет себе ужин, посетить эту Язакаю. Вот так вот она выглядит. Там, по-моему, Тануки, короче, енот на баннере у них висит. Вот, находится в районе, который, если сравнить с Токио, такой, знаете, типа Хараджи по Шиньки, ну, Леомото Санда, такой модненький, где много кафешек, заведений всяких, и народец тусуется. Потому что вот сегодня я ездила по всему острову, да, там, на далекий пляж. Конечно, поля-поля сплошные. Осока и камыши. Ну, камыша нет, конечно, но тростник. Вот. А здесь как бы такое сосредоточение более или менее жизни ночной. И сейчас вот в этой Язакай заходили новые посетители, и им говорили о мансеке, то есть все занято, полностью все сидения забиты. То есть обычно отказывают, где по 4-5 человек заходят, то есть семейным. То есть сразу их посадить, и, конечно, у них разрывается телефон, который никто не берет, потому что все бегают, народу много-много, конечно, заказов. В общем, я рекомендую эту Язакаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok